В этом конкурсе побеждает тот, кто лучше всех прочитает отрывок из книги. Библиотека имени Крупской вновь стала одной из площадок отборочного тура регионального чемпионата России по чтению вслух. Страница 24. В этом году соревнуются пять школьников Ленинска-Кузнецкого. Отрывок из книги участники отборочного этапа видят впервые. Даже название произведения для них до последней секунды остается тайной. Чтобы все-таки понять, какие эмоции надо вкладывать, понять те же знаки пропинания и чувства. Мне нравится конкретно выразительное чтение. И читаю я не часто, но начиная с второго класса по седьмой я участвовала в конкурсах чтецов. Я занимала призовые места на городском этапе. Всего три раунда. Русская литература, поэзия и современная литература для подростков. В первом раунде 60 секунд на прочтение перед публикой и жюри. Вчера Алексей, чтобы сократить пункт, намечал себе какие-то зримые ориентиры. Сосну, пенек, ухап на дороге. И к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, перевожив на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов. Выступления конкурсантов оценивают судьи. Здесь, как в фигурном катании, выставляют баллы отдельно за технику и артистизм. Тексты должны звучать четко, правильно, без ошибок и эмоционально. Цель – научиться читать и вникать в текст. Это раз, понимать его. И если уж читаешь и вызвался на конкурс, то ты должен донести до слушателей, я считаю, правильно. Выразить свои чувства, эмоции, ну, сходу. По итогу трех раундов победителем стал Виктор Богданов. Он сумел собраться в нужный момент и прочитать не только без ошибок, но и убедить жюри своим чтением. Теперь Виктору предстоит выступить на региональном туре чемпионата, который состоится 25 февраля в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Реаленинск.